Ситуация с коронавирусом в России продолжает оставаться напряженной и находится на личном контроле у главы государства. На федеральном уровне принимаются все новые меры для борьбы с COVID-19, при этом значительная часть полномочий передана субъектам страны. В Тверской области губернатором Игорем Рудени были предприняты незамедлительные меры. Создан оперативный штаб, увеличено количество резервных мест в больницах, закуплены новые аппараты ИВЛ, усилен масочный режим. В планах введения QR-кодов для прохода в ряд общественных мест. По-прежнему многое зависит от людей, но не все из них ответственно относятся к своему здоровью и здоровью окружающих. И все это на фоне традиционного роста сезонных заболеваний. На постоянной основе в столице Верхневолжья проводят профилактические мероприятия, направленные на проверку соблюдения обязательного масочного режима. Об одном из них в материале нашей съемочной группы. Утро четверга, автобус номер 9 транспорта Верхневолжья. На одном из самых популярных городских маршрутов даже в 10 часов наблюдается аншлаг. Людей полным-полно, однако не все из них в масках. При том, что на территории Тверской области по-прежнему действует обязательный масочный режим, введенный губернатором еще в октябре прошлого года. А почему без маски вообще? Сейчас маска есть. Есть маски? А почему, когда зашли и надели? Забил что-то. Почему? Забил что-то. Ну почему я должна ее одевать? Если кто-то боится, тот следует. Я не могу дышать в маске. Зачем я буду дышать тем, что я выдыхаю? Однако время рассуждений, как говорится, прошло. И сегодня сотрудники полиции, тех, кто не бережет свое здоровье и здоровье окружающих, сразу наказывают. Как, например, случилось вот с этим гражданином, которому постановление губернатора, судя по всему, оказалось неясно. Для справки, нарушение масочного режима в период пандемии может грозить денежным штрафом. Так, для физических лиц финансовые санкции могут составить от 1000 до 30 тысяч рублей. Для индивидуальных предпринимателей от 30 до 50 тысяч. Для юридических лиц от 100 до 300 тысяч рублей. В виде исключения можно отделаться предупреждением, но в большинстве случаев наказания не избежать. Доказательной базой могут являться любые видеоматериалы, которые будут сняты с наших камер видеонаблюдения наших автобусов. Наши автобусы оснащены по 8 камер в каждом салоне. Данные меры позволят сберечь здоровье и жизнь вам, вашим близким, а особенно нашему старшему поколению. Уважаемые жители, уважаемые пассажиры, мы ждем вас в наших синих автобусах, но помните, ковид убивает. Сами граждане, к слову, к этим методам относятся положительно. Жители Твери считают, что мера эта оправдана, ведь что значат денежные штрафы в сравнении с риском потерять свое здоровье? Я заботюсь о себе и окружающих. Вы всегда в маске ездите? Всегда. Стараюсь, во всяком случае, не буду лукавить, стараюсь, чтобы маска была, во всяком случае. У нас ситуация очень серьезная в стране, как мы все видим в последнее время, информации очень много, поэтому желаю всем здоровья. Региональные власти рассчитывают, что усиление мер борьбы с распространением ковид поможет не допустить локдауна, не ухудшить финансовое состояние региона, не сорвать важные социально-экономические проекты. Однако расслабляться еще очень рано, и работа по введению дополнительных мер борьбы с распространением инфекции продолжается. Так, например, сейчас в Верхней Волжье планируется ввести QR-коды для посещения общественных мест. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач по Тверской области, руководитель регионального управления Роспотребнадзора Арнольд Выскубов. Сейчас рассматривается вопрос об этапности и сроках введения этой меры. В первую очередь вход по QR-кодам планируется ввести в крупных торговых центрах и местах проведения массовых мероприятий. В дальнейшем эта практика может быть распространена на спортивные объекты, развлекательные учреждения, кафе, рестораны, киноконцертные залы и прочие объекты. Глава регионального Роспотребнадзора подчеркнул, что посещение по QR-коду позволит обеспечить в общественных местах иммунную прослойку из числа людей, обладающих вакцинальным иммунитетом или переболевших ковидом в течение последних шести месяцев. Это должно способствовать снижению распространения новой коронавирусной инфекции. Понятно, что в этой работе важен совместный комплексный подход всех ветвей власти и госструктур. И только в этом случае зараза будет побеждена. Мы будем следить за развитием событий и продолжим рассказывать вам о том, как развивается ситуация с коронавирусом в нашем регионе.